здравствуйте дорогие друзья я рада вас всех видеть тема у нас сегодня как не удивительно светлая потому что мы говорим о вечной жизни давайте тогда посмотрим на название этой темы что мы дальше будем делать и несколько теоретических слов а потом мы приступим собственно к практике и вам лучше заготовить образ человека с которым вы будете работать и так давайте посмотрим на то что нам известно по поводу того что происходит с человеком если кто-то из близких или просто человек мало может быть вам знакомый уходит из нашего физического плана здесь я несколько слов расскажу исходя не из книжек а исходя из собственного опыта просто чтобы мы представляли с чем мы сегодня будем работать и так 1 3 и до 9 дня когда человек уходит у него еще есть тела которые более-менее плотные и поэтому иногда мы можем видеть их призрак их образ у себя в комнате может быть ночью и то что у них еще есть какое-то тело позволяет нам вступать с ним в контакт что я подразумеваю здесь под контактом если вы имеете опыт глубоких медитаций а что такое медитация это когда вы погружаетесь и внутрь себя и стараетесь избавиться от мысленного диалога входите в некоторую пустоту но и разумеется в это состояние надо входить предварительно настроившись на какие-то высшие силы ну например на бога на аллаха на ваше высшее я как вы себе представляете и только после этого избавляться от этого внутреннего диалога не обращать внимание на мысли и вот при таком погружении мы вполне можем испытывать иногда ощущение контакта если вы сами хотите с этим человеком вступить в контакт течение этих 9 дней то это тоже вполне реально если у вас есть опыт глубокой медитации я вот это подчеркиваю если вы хотите сознательно это сделать я могу сказать на своем собственном опыте у меня недавно ушел близкий человек и первые 9 дней я постоянно была рядом с ним в ощущении некого взаимодействия поскольку это очень тесные отношения высших двух тонких тонких тел его тонкого тела и моего тонкого тела вот этот контакта он подразумевает обмен прямой информации и мне важно было просто быть рядом я видела что с ним происходит как он очень быстро куда-то идет его сильно тянуло он знал что ему нужно куда-то идти и я рядом была с ним и как бы ну сопровождала вот так в некотором смысле охраняла и наблюдала примерно к шестому дню он приостановился и почувствовал себя внутри какой-то густой массы собственной и растерялся потому что ему надо было идти дальше вперед а это массой он как бы не увязал и он растерялся потому что он внутри нее находится а мне со стороны было видно я ему подсказала что это что-то связанное с чувством прощения самого себя это какое-то кардинальное такое состояние в котором нужно осознать что ты должен себя простить и дальше двигаться и вот этот телепатический обмен ему очень помог потому что он это проработал очень быстро и вышел из этой массы она раз растворилась и после 7 8 и к девятому дню его дорога была прямая быстрая такая целеустремленная ничего лишнего в отношениях там не было ни эмоций ничего было ощущение двух а душ такого космического плана и после девятого дня я перестала его видеть немножко поискала в этом состав вообще все эти десять дней вот я была измененном состоянии сознания я делала все что хотела дома и одновременно вторым внимание я все время была рядом с ним отслеживала что с ним происходит после девятого дня произошли изменения в его состоянии а тут нужно процитировать некоторых ученых например вот ученые из христианства святой макарии он говорит что девятый день это конец когда распадаются тела которые мы более-менее воспринимаем как плотный или как какой-то образ человека вот этот образ человека пропал поэтому я где-то вот с девятого по десятый день немножко не могла его найти начиная с десятого дня я увидела что он то что вот осталось потому что он сбросил другие тела превратилась в лучики они были вот такого синего цвета эти лучики стали заворачиваться к центру образуя сетку похожую на тор тор вы знаете это как бублик я это наблюдала в течение одного одиннадцатого дня его ухода на 12 день лучи становились все жестче и они сформировали некий каркас если до этого это были лучи света энергии то теперь какой-то каркас твердый был у него появилась такая внешняя оболочка более жесткая которая ограничивала его внутри но вот эта оболочка она его центрировала ему было понятно из центра куда дальше идти на 13 день все это стало более иметь форму жесткой структуры которая стала более тесной то есть вот я чувствовала что вот этого духу тесновато потому что она жесткая и он некоторую тяжесть почувствовал из-за того что это вот происходит такие изменения и начито на 14 день вот эта структура превратилась в белый белоснежная шар очень плотной консистенции и первая мысль которая была у меня что он очень хорошо защищен от всех в том числе от меня начиная с девятого дня у меня контакты не не были возможны с этим образованием потому что тел уже тут нет тут есть только световые из фета из света формации а я находилась все еще в телах даже в своих тонких поэтому контакт тут оказался уже невозможным в последующие дни вплоть до сорокового дня по святому маккарию к сороковому дню даже как он говорит и сливое сердце или и сливает вот эта точка центра из карту которая держит вот эту форму то есть к сороковому дню ну а буддийским понятиям 22 дню вот эта форма тоже растворяется в чистый свет поэтому тут контакт с ним тоже мало возможно по крайней мере мне я не знаю может кто-то и может на эти дни контактить мне не удавалось начиная с сорокового дня по 49 день начинает читать тибетскую книгу мертвых потому что она является руководством или инструкцию по дальнейшим шагам что дальнейшие шаги выбора там есть несколько вариантов выбора для вот этой души для этого духа который очистился в чистый свет и вот эта книга тибетская она читается только между сороковым сорок девятым днем вот в эти именно 9 дней она выбирает душа куда и пойти там есть вариант следующее воплощение можно пойти можно в другие миры там еще куда-то можно пойти но насколько нам известно из некоторых эзотерических текстов уже начинать 40 дня возможно перевоплощение этого человека или в свой в свой род в свою семью а мы знаем от гинекологов по статистике что если кто-то умирает семье то обязательно в течение короткого времени кто-то рождается происходит или зачатие или роды как бы происходит замещение в роду после сорок девятого года дня а дальше 50-го дня до года у нас остается память об этом человеке уже только то память которая осталась в нашей семье и наших отношениях с ним вот мы можем восстановить его голос его лицо какие-то наши разговоры эмоции так далее но как я предполагаю это все уже происходит на территории лично вашей ваша психика это все полный а у него уже началась совсем другая жизнь когда проходит один год и далее то мы не знаем судьбу этого человека он может быть пошел воплощение может быть есть такое понятие как огромные воплощение то есть часть его души пошла воплощение часть осталось небесах но у нас возможен контакт с ним только через высшее я ваше и высшее я его потому что высшие наши сущности не приходят воплощение они не не ходят на землю они все время находится на небесах и если вам лично удается туда пробиться вот там вы можете разговаривать но только с его высшим я не с его человеком из воплощения который прожил на земле скажем 80 лет или 90 или там 40 не с ним а вы можете своим высшим я общаться с его высшим я а эти наши высшие я держат план на все воплощения для того чтобы протащить нас к богу поэтому сегодня мы этим и заниматься и будем